В так называемый День дурака можно и слегка подурачиться. Коллеги из различных республиканских СМИ пишут разное. Покажем вам, что больше всего запомнилось и составим рейтинг новостных нелепостей. Итак, третье место досталось Сергею Тучкову. Господин, причисляющий себя к журналистской братии, отличился в местных СМИ. Весело уплетая конфетки, Сергей беседует о сексизме с блогером Евгением Болтатаровой. Тема забавна, картина, как говорится, ясная. Второе место и почти серебряная медаль. Достается участнице первого сюжета. Евгения Болтатарова уволила главу Бурятии. Интернет-блогер сообщила об этом на своем сайте. В пресс-службе правительства информацию, само собой, опровергли. Как оценил шутку Вячеслав Наговицын, покажет время. Ребята, давайте жить дружно. Первое место, опередив всех по нелепостям новостей, занял Николай Будуев. Возможно, депутат заигрался и теперь раскрашивает свой автомобиль краской, чтобы потом обвинить в этом мэра Улан-Удэ. Отметим, что на сайте уже появился комментарий, где кто-то из зрителей предлагает депутату, критикующего высокие зарплаты чиновников, самому отдать свой автомобиль в детский дом. Сказал, отдам. Половину. Потом. К новостям из мира науки. Бурятские ученые выявили новую породу овец. Бурят монгольская голубая. Они трудились над ней почти 20 лет и презентовали свое детище специально в год синие овцы. Порода неприхотлива в кормах, устойчива к перепадам температуры и обладает уникальным окрасом шерсти, который наверняка станет еще одним брендом Бурятии. Это, конечно, выдумка, которую придумали сами журналисты. Звери видишь, нет? Во, как понимаю? Ишь, размечтался. Знатная зверюга. Мех. Мясо. И напоследок о сибирском Диснейленде. Такой детский парк аттракционов и развлечений появится на территории особо экономической зоны Байкальская гавань. Всего на инфраструктуру детских развлечений потратят больше одного миллиарда долларов США. Строительство первой очереди должно начаться уже в мае этого года. Так что с нетерпением ждем туристов и учим английский. Стол? Этейбл? Ес. Девушка? Чувиха? Да нет. Английский. Дерл? О, ес, ес, дерл. Вот такими первоапрельскими выдумками мы поделились с вами, наши дорогие телезрители. Желаем всем вам только хороших новостей и побольше улыбок. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайся. Булат Сидин Ишеев. Новости дня.